Все за и никого против. Несмотря на разные политические взгляды, решения о дополнительном финансировании краевых программ кубанские депутаты принимают единогласно. 12 миллиардов рублей плюсом добавляют в расходную часть бюджета. Инициативу о выделении денег на рассмотрение в региональный парламент внес губернатор. Мениамин Кондратьев, выступая в законодательном собрании, отметил, что средства в первую очередь направят на социальную сферу. В этом году в регионе одновременно начнут строить 30 школ. И это не только Краснодар, но и отдаленные районы, такие как Лобинский, Новокубанский и Кущевский. На строительство социальных, социальных для нас очень важно, и коммунальных объектов мы дополнительно выделяем, распределяем 4,5 миллиарда рублей. Для этих объектов это достаточно большая сумма. У меня тут есть справка, что в целом эта статья расхода составляет на социальные и коммунальные объекты 37,5 миллиардов рублей. 37,5. Если, дай бог, бюджет пойдет хорошо, мы ее до 40 миллиардов доведем. А вот в 2015 году она была всего 14 миллиардов. Практически в три раза мы сегодня увеличили статью вот этих расходов. Увеличится еще одна статья расходов. Объем Краевого дорожного фонда вырастет более чем на 5 миллиардов рублей и составит почти 38 миллиардов. Благодаря этому серьезное обновление ждет муниципальные дороги. Те, на которые обычно у небольших населенных пунктов как раз денег и не хватает. В целом практически 1,3 миллиарда на увеличение от субсидий на строительство и ремонт муниципальных дорог. Тоже очень важно. 1,3, я думаю, мы с Игорь Петровичем проговорили, допустим, до полутора миллиардов. Плюсом мы дадим муниципальным образованием на строительство и ремонт дорог. Коллеги, об целом эта сумма уже составляла 8,9 миллиарда. Добавьте, до 10 примерно миллиардов уже сегодня мы выделили муниципальным образованием. Они в жизни таких денег не выделили. Прочиски 10 миллиардов рублей на строительство и ремонт муниципальных дорог. Субсидии на содержание и обустройство дорог получат 425 населенных пунктов. Дополнительное финансирование направят именно на капитальную реконструкцию, а не на так называемый ямочный ремонт. То есть, как была дорога, так и остается. Нас такая ситуация не устраивает. Мы говорим, нужно переходить на более современные технологии. То есть, мы делаем проект косметрную документацию, в которую уходят все инфраструктура, в том числе и в полосе отвода. Это благоустройство и ливневок, это и тротуары, это освещение, это и светофоры, пешеходные переходы, это и остановки, и все, что сопутствует безопасности дорожного изменения. Дополнительные 639 миллионов рублей из дорожного фонда направят на строительство дублера Яблановского моста из Краснодара в Адыгею. Объект рассчитывают сдать в 2024 году, на год раньше запланированного срока. Масштабные проекты на Кубани все чаще измеряются миллиардами. И что важно, выделяемые деньги – это не какие-то резервные финансы, а результат успешной экономической политики. Мы не перераспределяем средства, а увеличиваем расходы по государственным краевым программам. И хотелось бы сказать, что из 26 государственных программ мы расходы увеличили по 20. В свою очередь это поможет решить застарелые проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. До конца года полностью должны газифицировать село Ольгинка, поселок Новомихайловский и два хутора – Кавказский и Чайкин. В сфере ЖКХ добавляем 245 миллионов рублей. В целом на строительство объектов газотеплоснабжения в этом году мы выделяем более миллиарда рублей. Более миллиарда. А в 2015 году у нас всего было 164 миллиона. Вот динамика. В 15 муниципалитетах будут газифицированы населенные пункты, при том вот те села и хутора, где вообще газа не ждали. Начали уже и к 2023 году полностью будет газифицирован поселок Архипаосевка, Гиринжака. То есть там обещали, они говорят, лет 20 им эту газификацию. Лет 20 обещали. Ну начали к 2023 году. Вопрос только контроля опять-таки. Деньги на это уже пошли. В краевом бюджете отдельно предусмотрели средства и на выполнение поручений президента России. Два миллиарда рублей направят на организацию бесплатного питания в начальных классах и ежемесячные пособия на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.